Наша соотечественница Нураим Имманалиева обратилась к нам за помощью. По её словам, она стала жертвой мошенников. 21 февраля Нураим пришла в магазин «Связной» в городе Серпухов в надежде купить в кредит телефон для сына, который стоил 11 тысяч рублей. Сотрудник магазина оформил заявку и отправил в микрокредитную компанию «Страна-экспресс». Не прошло и 15 минут, как продавец сообщает, что в кредите ей отказано. Нураим направилась к выходу. В этот момент сотрудник магазина догнал её, пригласил обратно и вручил ей пакет, где лежала медстраховка. Её он решил подарить Нураим бесплатно, хотя она не просила и не собиралась приобретать ДМС. «С того дня прошло больше месяца. С 1 апреля мне начали звонить операторы «Золотой короны». Они требуют, чтобы я начала оплачивать кредит, который я якобы взяла на покупку телефона. Но я-то их не брала, мне же было отказано в кредите. По их словам, на меня оформлен займ на сумму в 68 тысяч рублей». Наша героиня подозревает, что её персональными данными могли воспользоваться мошенники. Сотрудник магазина, который вбивал все её персональные данные и оформлял заявку, подтверждает, что в кредите клиенту было отказано и что она в этом магазине не приобретала дорогостоящий телефон. «В феврале была подана заявка, был отказ, всё». «Вадегор, скажите, пожалуйста, а часто ли бывает так, что персональные данные уходят кому-то в руки, возможно, мошенникам, утечка данных?» «У нас всё абсолютно заблокировано, система безопасности, всё всегда проверяется. Всё». «Откуда люди, которые звонят и могут знать, во сколько она приходила к вам, что она хотела оформить здесь? Вот это нас интересует». «Могу сказать, объясняю же. Я не могу вам предоставить данную информацию». «Потому что вы же оформляли это всё, вы же вбивали все вот эти данные. Значит, от вас какая-то утечка идёт или как?» «Нет. Все данные передаются напрямую в «Золотую корону». Там они и остаются. Всё. Куда там что идёт, это уже не от нас зависит». «Вы можете предположить, что утечка может быть оттуда?» «Ну, наверное. Не могу вам подсказать». «Ваша дата ближайшего платежа должна состоять 21 апреля. До 21 апреля вам нужно внести сумму задолженности, поэтому вам и звонили». «Скажите, пожалуйста, вы сами в торговую сеть обращались, вы оформляли займ на сумму, например, 67 180 рублей?» «Нет, нет. Мне звонят и угрожают, что включат в чёрный список, если я не начну погашать займ. Я не собираюсь оплачивать кредит, который я не брала. Это чистой воды мошенничество». Нурайм написала заявление в полицию города Серпухов. Теперь следователям предстоит выяснить, кто и как воспользовался персональными данными нашей соотечественницы. По словам продавца магазина связной, это не первый случай. До этого с подобной проблемой обращались граждане Таджикистана и Казахстана. Грибек Молдаконов, Асхаруланулу, Аллату-24, город Серпухов, Московская область.